Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Я Верещак Сергей, научный сотрудник в Академии наук. Сегодня я вам расскажу о том, как обезопасить себя от чрезмерного потребления нитратов. Нитраты – это соли азотной кислоты, необходимые растения для строительства белков. Эти вещества находятся в почве в небольших концентрациях и попадают туда с водой из воздуха, а также с помощью развития азотофиксирующих бактерий. Наибольшее поступление нитратов в растения происходит во время вегетации весной, а также во время усиленного роста летом при благоприятных условиях. Какие растения больше всего накапливают нитратов? Это овощные, так как овощи являются запасающими частями, и растения стараются нитраты в них сохранить. Фрукты и ягоды накапливают нитратов меньше, так как эти части растений предназначены для того, чтобы их съели животные. Так эволюционно сложилось, что растению не нужно терять эти полезные вещества с фруктами и ягодами, поэтому растения стараются их туда не направлять. Наибольшее количество нитратов содержится в листовых овощах. Салат, шпинат, рукола, салат, латук. В этих овощах может содержаться до 2 грамм на килограмм нитратов. В яблоках и грушах, сливах нитратов содержится 150-200 миллиграмм на килограмм. Для человека норма потребления нитратов 300 миллиграмм в день. Максимально допустимая, которая не вызовет у вас отрицательные эффекты для здоровья, это 2 грамма. Большее значение приведут к анемии, недостатку кислорода, так как в организме нитраты превращаются в нитрит. Нитриты имеют очень сильное сродство с кровеносными клетками крови, с гемоглобином и миоглобином мышц. Они связываются необратимо и блокируют поступление кислорода к органам и тканям организма. Поэтому при потреблении продуктов нужно учитывать их специфические свойства, возможность накапливать нитраты, ну а также при собственном выращивании на огороде соблюдать некоторые правила агротехники. Обычно нитраты накапливаются при ударных дозах поступления в растение, когда они находятся в легкодоступной растворимой форме. Такая форма обычно образуется при внесении минеральных солей, азотных, аммиачных. Поэтому существуют строгие правила по внесению в почву 20-30 грамм на метр квадратный. При внесении органических удобрений в почву нитраты поступают более плавно, размеренно на протяжении всего вегетационного периода. И растения обычно не накапливают их так много. Хотя, согласно агротехнике, скажем, можно свежий навоз вносить при посадке картофеля, при посадке тыквы, томатов. Но накопление нитратов в этих растениях происходит только в самом начале вегетации. Дальше навоз частично перегнивает, микроорганизмы развиваются, и нитраты уже поступают не такими ударными дозами. В домашних условиях узнать, содержатся ли нитраты в допустимых количествах в этой продукции или нет, представляется крайне сложно или невозможно, так как требуется достаточно сложный лабораторный анализ. Поэтому обычно плодовочная продукция поступает в исследовательские лаборатории, фермерские хозяйства сдают, и там выдается заключение на основании лабораторного анализа, соответствует ли продукция необходимым нормам. В частных домашних условиях обезопасить себя от превышения нитратов можно соблюдая агротехнику выращивания, а также зная свойства растений, способных накапливать их в большом количестве. Скажем, целый лук не накапливает нитраты, а лук-перо накапливает в большем, так как это растущие зеленые части. Много нитратов накапливает свекла до 2 грамм на килограмм. Больше всего содержится в верхней части и в корешке. Также много нитратов накапливает шпинат, салат, латук, рукола, сельдерей. Поэтому эти продукты лучше потреблять в меру, не превышая, как бы без фанатизма кушать. Также нитраты накапливаются в зависимости от того, выращиваются ли они в открытом грунте, либо в тепличных парниковых условиях. Так как в парниках зачастую используется гидропоника, выращивание растений на водных растворах, где нитраты представляют собой растворимые, легкодоступные соли. В открытом грунте, скажем, огурцы накапливают 150, максимум 150 миллиграмм на килограмм. В закрытом для них норма 300. Тоже для коттоматов существует, для баклажан. Существует такой стереотип, что ранние арбузы, либо арбузы, которые продаются без каких-либо ограничений, частниками, могут быть нитратными. Так как для их скорейшего созревания эти соли азотной кислоты просто шприцуются внутрь плода. Наша лаборатория исследовала арбузы, которые приходили на испытания, но ни разу превышения нитратов обнаружено не было. Хотя по вкусу, конечно, они... Если, допустим, вы покупаете арбуз зимой, у него и такой сочный, ароматный, как это арбуз, вызревший в открытом грунте летом. Превышение нитратов наблюдалось в моркови, выращенной, видимо, в промышленных условиях, а также в кабачках, выращенных в тепличных хозяйствах. То, что вырастили на собственном участке, мы можем также потреблять, если мы уверены в том, что мы соблюли все правила агротехники. Хотя, конечно, бывают форс-мажорные ситуации, скажем, отсутствие солнечного света, тепла, когда соли и азотной кислоты поступают, растение без энергии не может синтезировать из них белки. Как снизить нитраты, если мы хотим подстраховаться, если кормим маленьких детей? Существуют народные способы. Можно перед варкой замачивать порезанные овощи и даже целые в воде на несколько часов. Нитраты вымываются, как легкорастворимые, и снижаются. Также может, конечно, вымываться и некоторые микроэлементы, но таким образом мы просто будем уверены, что немного снизили их содержание в продукции. В заключение хотелось бы сказать, что мы не можем полностью ограничить себя от потребления нитратов, так как они являются естественными солями, содержащимися в растительном сырье. И мы только можем уменьшить, либо обезопасить себя. Также хочется сказать, что они не так безвредны, как, допустим, пищевая соль, обычная натрий-хлор, либо сахар. Поэтому существуют для азотных удобрений класс опасности, правила пользования. Их хранятся отдельно от пищевых продуктов, недоступных для детей. Поэтому минеральные удобрения, такие как нитрит натрия или нитрат калия, аммиачные и селитры должны храниться отдельно от пищевых продуктов в отдельных складах. При их использовании нужно соблюдать меры предосторожности, а также не превышать, ну, допустимые, рекомендуемые дозы внесения. Но для частников, для обычных дачников, я бы все-таки порекомендовал больше акцентировать внимание на органике, на навозе, торфе, курином помете. Их внесение не так опасно, и у вас вырастет более полезная для здоровья органическая продукция, а не ошпигонованная нитратами. Надеюсь, это видео было вам полезно. Смотрите еще наши ролики, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok